МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергетика входит в число важнейших отраслей экономики и является основным инфраструктурным звеном жизнеобеспечения нашей страны, где от эффективной и надежной деятельности предприятия зависит как финансовая, так и социально-политическая стабильность государства. Акционерное общество «Запказ РЭК» было создано 11 ноября 1996 года на базе уральского филиала «Запказ Энерго» города Актюбинск и объединило три самостоятельные структуры – левобережную, правобережную и городской филиалы по сбыту и транспорту электроэнергии. И с тех пор является крупнейшим предприятием электроэнергетической сферы Западно-Казахстанской области и города Уральска. Но прежде чем энергетика дошла до нас в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, эта отрасль прошла долгий и трудный путь – от отдельных маломощных электростанций до сплошной электрификации Западно-Казахстанской области. Еще в далеком 1955 году для централизации объектов сельского хозяйства была разработана новая схема снабжения электроэнергии в Казахской СССР, предусмотренная на 10-15 лет вперед. И в 1960 году была введена в действие Уральская ТЭЦ, которая позволила подключить потребителей к централизованным источникам электроснабжения. Расскажите, как вы начинали работать в компании и что было для вас интересно в этой работе? Я сюда приехал работать на заре становления энергетики Уральской области. Еще ничего не было. Приехал работать после окончания института Свердловского политехнического на Уральскую ТЭЦ. И работать стал дежурным инженером станции. Это было в 1963 году. В то время электросетевых компаний не было. Был только город. В городе работало до Уральской ТЭЦ несколько дизельных электростанций. Городская, завода Ворошилова, ныне Зенит, железные дороги. Они электроэнергию давали своим потребителям. Спуском Уральской ТЭЦ ее пустили в 1960 году. Город стал получать электроэнергию централизованную от Уральской ТЭЦ. Она работала изолированно, никаких сетей не было. Работа была трудная. Почему? Потому что неравномерность нагрузок была очень большая. Ночью практически потребления не было. Спали все. А днем находило до 10-12 мегаватт. То есть маленькие нагрузки были. В 1965 году для обслуживания области и города было создано Уральское предприятие электрических сетей Запказэнерго города Актюбинск. И с того момента началась интенсивная электрификация при Урале. На момент образования независимого Казахстана энергоснабжение осуществлялось по линиям от Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Начиная с 1963-1964 года принято было решение Уральскую ТЭЦ надо было подсоединить. То есть вопрос стоял не так. Не подсоединить. Или развивать Уральскую ТЭЦ, поскольку нагрузки стали расти. Или соединиться с Единой энергосистемой России. Было принято решение построить линию с Самарской области, Куйбышевской в то время, от подстанции Кенель, линией 220 кВт, 240 км до Уральска. В Уральске построили центральную подстанцию и соединили. Эту линию включили в работу в 1965 году. И Уральская ТЭЦ соединилась в Единую энергосистему России. Ну а дальше пошли развиваться сельские сети в основном. Была программа сплошной электрификации сельского хозяйства вплоть до животноводческих точек. Ну и за время с 1965 до 1986-1987 год была произведена сплошная электрификация области. Было построено порядка 26 тысяч километров электрических сетей, всех напряжений. Ну что такое 26 тысяч километров? Это если от Москвы до Владивостока 7 тысяч километров, то в Уральске их было построено сетей протяженностью трех расстояний от Москвы до Владивостока. Так что были построены подстанции, и во все сельское хозяйство было подано вплоть до животноводческих точек, подано электрической энергией. Графкин Виктор Владимирович имеет огромный жизненный и трудовой опыт и начиная с 60-х годов трудится в сфере энергетики. После окончания вуза Уральского политехнического института имени Кирова он начал свой профессиональный путь с должности инженера-электриком. Позже стал главным инженером и уже в 2000-х годах занимал пост первого вице-президента и технического директора АО «Запказрек». В настоящий момент находится на почетной должности советника президента и председателя Совета ветеранов, но даже спустя многие годы вспоминает о своей работе с трепетом и переполненными чувствами. Энтузиазм во время строительства сетей был очень, так сказать, активный. Люди работали не за страх, как говорится, а за совесть. В это время были построены линии 500 кВт, Уральск-Балакова, она работает на напряжении сейчас 220 кВт, дополнительно линия 220 кВт. Тамылова-Уральск, это Самарская область. То есть сейчас Уральская область по трем линиям 220 кВт соединена с единой энергосистемой России. Ну, плюс ко всему, в последнее время, значит, расширилась Уральская ТЭЦ, поставили там японский генератор, газотурбинную установку 27 мегаватт. Развилось Каратиканахское месторождение, там, значит, станции, вот, четыре генератора по 40 мегаватт, это 160 мегаватт. Выдают они часть электроэнергии в энергосистему. Построена газотурбинная станция у нас здесь в городе, 50 мегаватт, три турбогенератора. Вот, и вот сейчас еще запущена в Белесе электростанция, значит, один блок 100 мегаватт, и все это работает на единую энергосистему. То есть, практически, значит, потребители города и области обеспечиваются электроэнергией от собственных генерирующих устройств. С 2002 года пост президента АО «Запказырак» возглавляет Чудров Ехия Кендашевич, который имеет огромный опыт руководящей деятельности, а его детальное знание проблем и перспектив в сфере электроэнергетики позволило ему значительно повысить экономический потенциал предприятия, его рентабельность и конкурентоспособность, нелегкие годы существования компании. В разные периоды своей профессиональной биографии Ехия Кендашевич работал первым секретарем Уральского обкома ЛКСМ Казахстана и был единственным секретарем от комсомола и молодежи, представляющей Казахстан в Москве, занимая должность секретаря Всесоюзной организации ЦК ВЛКСМ. Затем, приехав, занимал пост вице-президента ГХК «Казахгаз», участвовал в создании национальной нефтегазовой компании. В 2000 году был назначен первым заместителем Акима Западно-Казахстанской области и курировал энергетику. Самым основным достижением Ехия Кендашевича в это время стало снижение цены газа на 15%, в то время, когда цены на энергоносители росли по всей стране. Во время работы в АО «Запказрек» в ходе переговоров с энергетиками России удалось заморозить долг в 25 миллионов долларов, возобновив стабильные поставки электроэнергии, что позволило забыть о веерном отключении в области. Также благодаря договоренности в Западно-Казахстанской области начала поступать электроэнергия с Мангистауского атомного энергокомбината в 2011 году, которая до этого момента была прекращена и не поставлялась в течение 10 лет. Ехия Кендашевич был активным инициатором переговоров с японской компанией «Тахоку Электрик», в результате чего началось строительство газотурбинной электростанции на площадке Уральской ТЭЦ на безвозмездной основе. Данная станция была первой в СНГ и являлась самой экономичной из существующих. По мере расширения производства в действие было введено строительство четвертого энергоблока газотурбинной станции на Карачаганакском нефтегазовом месторождении, которое позволяло полностью обеспечить энергопотребляемость Западно-Казахстанской области. Стоит также отметить, что под руководством президента АО «Запказрек» была создана комиссия по энергонезависимости нашей области, которая позволила стать ей независимой от внешних источников. В то время область потребляла порядка 600 миллионов киловатт-часов. Собственных источников была только Уральская ТЭЦ. Три турбины, 10, 12, 8 мегаватт. Установлена мощность 30 мегаватт, плюс собственные нужды. Ну, она даже треть потребностей в области не вырабатывала. Ну, а энергосистема тогда еще Уральской области в советское время, она была полностью интегрирована в советскую систему, в РАО ЕС. И никакой связи технической снова созданной из Казахстана не было. Поэтому так-то техническая связь была с Россией хорошая, но вопрос был в одном, цена вопроса. Стоимость электрической энергии была очень дорогая из России. И, конечно, тогда у нас возник первый вопрос. Нам нужно будет... Мы сделали программу энергетической независимости. Утвердили сначала на заседание Акимата, потом на заседание Мастехата. Разработали ее с таким условием, что мы в перспективе за 5-6 лет должны достигнуть энергонезависимости полной. Точнее, энергосамостоятельности. Мы в параллельной работе с российскими энергетиками сами заинтересованы, потому что мы с 6-7 объектов Российской Федерации запитываем свою систему, и мы наиболее технически защищены в этом плане. А вот в плане цены нужно было строить свои собственные источники. Но вы знаете, как раз первая фаза на Карачаганаке завершалась. Там три блока построили по 40 мегаватт. И тогда по решению, по общему договору раздела продукции, 20 мегаватт решили выдавать в область. Но мы посчитали, что 20 мегаватт нашей потребности никак не закроет. Мы попросили 40. В обмен на то, что мы будем стоять в резерве для случая каких-то проблем, которые на Карачаганаке могут возникнуть. Руководство Карачаганакской интегрированной компании пошло навстречу, и мы застолбили за собой на перспективу 40-45 мегаватт. Это вот 15 лет назад мы застолбили, посередине эта схема работает. Далее мы знали, что японцы активно прорабатывают вопрос поиска квот для присоединения к Киотскому соглашению. И они на территории СНГ предлагали установить свой демонстрационный проект. Это газотурбину Тахоку и производство Тахоку Электрик. Мы, конечно, узнав про это дело, вышли на неправительскую компанию НЕДА японскую и предложили свои услуги. Правительство Казахстана подписало с правительством Японии соглашение по Киотскому соглашению, представило квоты, а взамен наша область получила бесплатно уникальнейшую газовую турбину с одним из самых высоких КПД. Ну, это плюс еще 200 миллионов киловатт-часов. И вот практически где-то к 6-7 году мы на 90-95% энергии были независимы. А дальше больше, а потом газотурбинная станция, 54-я была построена на северо-востоке. И буквально вот недавно на площадке Степной построена новая станция 100 мегаварт. Поэтому можно сказать, что программа энергетической независимости в нашей области успешно решена. Правда ли, что в то время, когда вы пришли в АОЗ «Обказ РЭК», данная компания была на грани банкротства? На начало 2000-го года западно-казахстанский РЭК был должен российским энергетикам 25 миллионов долларов. Плюс порядка 800 миллионов тенге в Монгышлаксовоэнергокомбинату. Да еще плюс больше миллиарда просроченных долгов в бюджет. Ну, если все это умножить, это будет где-то все сложить, где-то порядка 5-6 миллиардов долгов. А доход компании был миллиард. Более того, имущество в Индюсте не было зарегистрировано. Поэтому, конечно, состояние было экономическое, финансовое, аховское. Но оно же не по вине этой компании все случилось. Потому что электроэнергию потребляло население в 90-х годах. Это все долги 90-х годов. Обанкротились предприятия, колхозы, совхозы. Ну, и, конечно, с учетом были проблемы электрической энергии у самих энергетиков. Были большие технические потери, нормативные, нормативные потери. И вот такие вот долги сложились. И они, конечно, развиваться компании никак не давали. Я думаю, что многие помнят то время, когда по городу и по области было веерное отключение электроэнергии. Как вам удалось наладить электричество, чтобы подача возобновилась? Ну, веерные отключения были практически по всему Казахстану. Где-то годом раньше, где-то годом позже. Практически многие города пережили эту проблему. Наша область тоже пережила эту проблему. Я помню, в Акимате где-то на третий или на четвертый день работы, в начале января, я получил телеграмму из Российской Федерации, что они нам ограничивают электрическую энергию. Тогда я пригласил руководителя РЭКа и говорю, ну да, что надо делать, надо ехать в Москву. Поехали мы в РАО ЕС, я там никого не знал. Ну, пользуясь тем, что я сам газовик, поехал в родной Газпром российский, переговорил с коллегами, они познакомили меня с руководством РАО ЕС. И тогда у нас была первая встреча с Андреем Натановичем Арпопортом, это заместителем Чубайса, с Додом Вячеславом, Калановым, Алишером, Ситроном. И тогда мы договорились. Ну, конечно, они, конечно, жесткий разговор сначала не видели, что область должна 25 миллионов долларов, надо что-то с этим делать. Мы говорим, что нужно перевести в плоскость реструктуризации, пока заморозит дом. Второе, область не платила текущие платежи. Тогда переговорил с Акимом области, с Крамбеком Ильичем, говорю, надо что-то делать же. И тогда через Маслехат дали кратковременный транш, погасить текущую задорность, но нужно было давать гарантии, гарантии там пришлось дать, в Москве. И вот таким образом мы восстановили платежи текущие, с Россией рассчитались по текущим платежам и дали команду больше верных отключений не допускать. А, конечно, верные отключения – это большая беда и для комфорта людей, и для производства, и для экономики. Это очень сильно сказывалось на всем. Поэтому пришлось такие вот решения принимать, на себя брать ответственность, и вопросы удачные решения. Насколько наша область тогда была зависима от внешних источников? Ну, на процентов 80 она была зависима от внешних источников. Но я вот сейчас вам сказал, что благодаря вот этой программе, благодаря такой продуктивной работе Министерства, Акимата области, нашей компании и инвесторам, которые подошли к этому времени, в общем-то эта проблема решена. Я вам еще раз скажу, от того, что мы с Россией связаны технически, никаких проблем нет. Мы даже больше застрахованы, чем какая-либо область. Просто проблема в одном – цена вопроса. Цена электрической энергии. Электрическая энергия в России в крат дороже, чем у нас. В компании большое внимание уделяется подготовке и переподготовке кадров. Из 1600 рабочих и инженерно-технических работников ежегодно около 200 человек обучаются и повышают квалификацию. Ну а самых одаренных студентов уже с начальных курсов готовят к работе на ответственном предприятии. Обучаясь в институте, мне присвоили грант от АО «Запказрэк», по которому я обучался, закончил институт. В дальнейшем трудоустроился в АО «Запказрэк» в качестве электромонтера 2-го разряда. Также проработав некоторое время, меня назначили мастером в дальнейшем и заместитель начальника службы высоковольтных линий, в котором работают опытные люди, профессионалы, которые подсказывают, направляют, делятся опытом. Вы выделяете гранты на обучение специалистов, студентов. Расскажите, в связи с чем связана такая необходимость? Ну, процесс естественный. Одни кадры, допустим, старшее поколение уходит на заслуженный отдых. Часть специалистов, получив хорошие навыки, в силу объективных причин, в силу зарплат, высоких уходят нефтяные, газовые компании, которых много в этой области. Естественно, нужно будет пополнение кадров. Еще в 2001 году я обратился с такой просьбой в ректорат ЗГТУ. Попросил подобрать наиболее одаренных, отличников, кто хорошо учится, чтобы мы их могли хотя бы в течение одного года провести по всем нашим службам, вести к выпуску, чтобы они были адаптированы. К работе в наших условиях. А потом уже мы начали подбирать с первого курса ребят на грант. Ну, преимущественно, конечно, отдавали тем, кто школу хорошо закончил, технические дисциплины, кто хорошо владеет на ТЭ. Часть работников наших детей пошло учиться. Таких специалистов мы подготовили 29 человек. Сегодня вот Агардиенко, Сергей Жумашев, Азамат, Погремня, Галина, все являются руководителями или главными специалистами ведущих служб нашей компании. Вот, и эта работа будет продолжена, мы будем заниматься и будем направлять молодых людей для учебы, стажировки в лучших инженерных вузах нашей страны. Попадая на это предприятие, многие связывают свою жизнь с энергетикой и, сами того не подозревая, втягиваются в эту увлекательную и интересную работу. Одним из таких примеров является Доля Сергея Евгеньевича, который с 1998 года, после окончания института, устроился на работу и спустя 18 лет прошел все ступени по служебной лестнице и сейчас возглавляет городской филиал АО «Запказрек», где под его руководством трудится 300 сотрудников и спустя многие годы, оглядываясь назад, считает выбранную профессию одной из самых достойных, а своих коллег высоко ценит и уважает. Давно ли вы работаете в этой компании? И что вы можете интересного рассказать про свой коллектив? Это дружный коллектив, который очень тяжелая работа. Это же простой человек, кто не связан с энергетикой, он не знает и не замечает. А это же работа и с неба, и дождь, и морозы. Это человек всегда на улице, всегда работа связана с повышенной опасностью, поэтому работа очень тяжелая. Наверное, из-за этого, когда работа тяжелая, трудная, коллектив всегда дружный. Поэтому коллектив у нас очень такой, во-первых, еще вот почему-то в энергетике, я вот сам замечаю, все, вот человек, если пришел, если он остался на этом предприятии, связал свою жизнь с этой работой, то это уже навсегда. Вот у нас люди многие, по 40-50 лет работают на этом предприятии, поэтому, наверное, от этого и есть какая-то дружба, взаимовыручка. Говоря о своих коллегах, каждый из сотрудников знает, что основной костяк работников АО «Запказрек» трудится в сфере энергетики Западно-Казахстанской области еще со времен Советского Союза. И перенимать опыт у таких ветеранов каждый из новичков сочтет за честь и лучшее обучение для трудовых навыков. Одним из почетных деятелей энергетики региона является Мацигор Александр Тимофеевич, который с 1975 года принят на должность начальника службы подстанции Уральского предприятия электросетей РУЗ «Апказэнергом». И за 40-летний опыт работы занимал ответственные посты от главного инженера до советника президента и с 2013 года занимает должность начальника центральной диспетчерской службы. За годы деятельности участвует в реализации программы модернизации энергетического производства, которая предусматривает реконструкцию высоковольтных линий трансформаторных подстанций, совершенствование диспетчерско-технологического управления и раллейной защиты энергообъектов. И сейчас под его руководством находится 150 подстанций, где диспетчер ведет вывод оборудования и фиксирует изменения режимов работы всей области. Тяжелые моменты были, когда в 90-е годы область не имела надежного электроснабжения. Я работал тогда директором городского предприятия. Нам приходилось менять схему электроснабжения города буквально в течение суток полностью перебирать. То, что нас ограничили по потреблению, а основные объекты жизнеобеспечения должны были работать. За многолетний и безупречный путь Александру Тимофеевичу было присвоено звание ветерана энергетики Западного Казахстана, заслуженного энергетика СНГ и КЭА, а также в 2014 году был удостоен орденом Курмет. Расскажите, какие самые яркие моменты были в вашей работе? Из таких позитивных это включение нового оборудования. Подстанция Уральская была у нас на нашем балансе. Ну, это была довольно-таки она и есть довольно серьезная головная подстанция и замена оборудования, строительство. Это все, в общем-то, вплоть до того, что увеличение мощности трансформаторов на таких на подстанциях областных, вернее, ну, в смысле, в районах сетевых, это тоже, в общем-то, они все остаются в памяти. Просто, я говорю, это на каждом этапе были свои какие-то определенные трудности, которые приходилось решать. В то, вот, в 90-х, вернее, даже еще раньше в области строилось очень много сетей, подстанций, буквально тысячи километров линии до 10 подстанций ежегодно вводились. Вот это вот было все, это довольно-таки, в общем-то, эффективно и, в общем, интересно. Каждый энергетик с радостью воспринимает технологический прогресс и совершенствование оборудования. За последние годы была проведена активная замена многих подстанций и линий электропередач, хотя изношенность многих сетей достигает 80%. Сети наши уже проработали очень много лет. Начинают с 60-х лет, 60-х годов. Вот, они материально или как физически износились уже. Вот, если нормативный срок службы их в 25-30 лет, они уже работают, сами понимаете, сколько, это 50 с лишним лет. делаем мы небольшие реконструкции по мере, так сказать, возможностей, финансовой возможности. Но требуется, чтобы для того, чтобы нормально содержать сети, решить вопрос о хороших инвестициях для реконструкции сетей. Инфраструктура АО «Запказрек» объединяет пять основных производственных служб, городской филиал и 16 районов электросетей. На балансе предприятия находится свыше 21 тысячи километров линий электропередач, 152 трансформаторные подстанции, более 300 единиц транспорта и спецмеханизмов. Какая модернизация была проведена за последние 10 лет? Ну, вот, мы выше говорили, вот эти вот 15 лет, когда отсутствовало финансирование, когда пришли в негодность, многие системы оборудования, электрические сети. Когда проблемы были с финансами, нам нужно было принимать какие-то меры по финансово-экономическому и техническому оздоровлению компании. Я скажу, что за счет инвестиционной программы, за счет продуктивной работы с нефтяниками, газовиками нашей республики, мы смогли проинвестировать в нашу систему порядка 4 миллиардов деньги в последние годы. Ну, во-первых, построили за счет собственных средств, разгрузили очень много линий в Аксае, построили подстанцию юбилейную. В городе Уральске Северную и Зачаганск новые подстанции с современнейшим оборудованием, с современнейшими телекоммуникациями построили современные цифровые подстанции. Были 14 основных подстанций города Уральска, были полностью модернизированы или капитально отремонтированы. Практически заменено было все оборудование. Далее все магистральные электрические сети от источников электрической энергии ТЭЦ, КПО, БИБИ, ГТУ-54 и вновь построена газодурбинная станция на 100 мегаватт в районе подстанции Степной приведены в соответствии. Приведены в соответствии межгосударственные линии. Все регуляторы, технические характеристики приведены в норму. Мы наконец-то избавились от ненормативных и коммерческих потерь. Ну, конечно, есть проблемы, есть проблемы с линиями 0-4, 0-10. Я думаю, что до них руки еще дойдут. Конечно, все опять необъятно невозможно, но полномерно, постепенно мы этими делами серьезно занимаемся. Я скажу, что вот по степени допустим аварийности у нас кратно сократилось число аварий. Но к сожалению, энергосистема, конечно, подвержена аномальным явлениям. Бывают и отложения льда, мелоледы, большие осадки при низких температурах, при влажности, что ведет и к разрыву электрических сетей, и сломал опор. В общем, это технологически сложные аварии, которые нужно и восстанавливать длительное время. Ну, вы же помните, в 2005-м вообще смерч прошел по всему году, когда перевернуло крыши, самолеты, там столько проблем было. Ну, естественно, линии электропередачи, деревья попадали на наши линии, да и мы пережили наводнение, но в этой ситуации важно было не растеряться, нужно было принимать меры локального устранения всех последствий. И все службы всегда работали круглосуточно и высококвалифицированно. Всегда население с благодарностью понимало все наши сложности. И я думаю, что мы с честью из этих ситуаций всегда выходили. А если бы, конечно, мы бы не принимали мер по техническому оздоровлению и приведению все в порядок, то я даже не знаю, какие последствия могли быть для области. Работа с населением это одно из самых сложных направлений. Люди особенно остро реагируют на поднятие тарифов. Как вам удается наладить взаимосвязь, взаимопонимание между населением и сотрудниками компании? Вы знаете, в энергетике вот не так сложно, сложно, конечно, но не так трудно, допустим, устранить недостатки, там, аварии, поломки, там, другие вещи. Как объяснить ситуацию по тарифу? Я, во-первых, еще ни одного счастливого налогоплательщика в жизни не видел, и никого не видел, чтобы кто-то там сильно обрадовался, если, допустим, подняли цену там на тот или иной вид продукта, там, или на ту или иную услугу, а электричество вообще еще в советских времен считалось доблестью украсть электрическую энергию, перемотать счетчик, это все прекрасно знали. И вот сколько мы работаем, мы ни разу, и я лично, допустим, никогда не был инициатором того, чтобы тарифы в нашей области глопировали. Вот вы можете беспристрастно посмотреть аналитику по тарифной политике в области. Мы и не впереди, и не сзади, и не внизу, хотя мы находимся в золотой середине, хотя электричество вырабатываем на газотурбинных станциях гораздо дороже, чем на ульхе. Ну и потом тарифы же экономически обоснованы при инфляции, при росте цен на оборудование, на ГСМ. Естественно, это все влияет на составляющую энергетики. Не мы же инициаторы всего этого дела. Я, во-первых, считаю, что электрическая энергия вообще недооценена, особенно сегодня. Взять советский период, хлеб 2-4 копейки, электричество 4 копейки, разделите. В 6 раз электричество дешевле хлеба 1 кВт. Сегодня хлеб 90, в 9 раз электричество дешевле. То же самое по молоку, в 12 раз. И так по всем основным видам продукции. А когда все это дело дешево достается, к нему отношение такое. Потом и последствия могут быть более тяжелые. Вот наладить диалог и объяснить всю эту ситуацию очень сложно. Я вот всегда думаю, как вот между потребителями и между энергетиками вот эту границу толерантно пройти. Вот идешь, едешь по улице, идешь по улице, идет молодой человек, в ушах у него наушники от смартфона, подмышка у него, планшет, домой заходит там две тарелки. Вот сколько средств уходит на коммуникации, на всевозможные там приставки, приложения. А вот это интернет-технологии все необходимы применять в энергетике. И это тоже средств требует. Как только начинаешь в тариф это все включать, так шум до потолка, средства массовой информации, естественно, тут тоже суетят в этом плане. А то, что жизнь необходима, диктует научно-технический прогресс, то, что это крайне важно сегодня, не всегда можно объективно достучаться. И вдвойне обидно, когда мы ведь не производим электрическую энергию. Производители поднимают цену на электрическую энергию. Вот тут потребители и энергетики они плывут в одной лодке, а к сожалению каждый пытается ее раскачать, а мы же знаем, что может произойти с лодками, когда все ее будут качать. В АО Запкозрек особое значение занимает отдел по работе с физическими лицами. В отделе в основном трудится молодежь. Под руководством начальника отдела Жусуп Калиева Ярлана Нурлановича. Всего данном подразделении работает 30 сотрудников. Это 25 парней, которые занимаются опломбированием счетчиков, отключением электроэнергии, составляют акты нарушений, выявляют хищение электроэнергии и пять девушек, которые принимают заявки на подключение электроэнергии и работают с населением. Хотя работа данного отдела сопровождается высокой эмоциональной напряженностью, но сотрудники отдела, несмотря на все трудности, считают свою работу очень востребованной и интересной. Начинал я работать контролером, инженером в отделе по работе с юридическими лицами. В данный момент являюсь начальником отдела по работе с юридическими лицами. Работа очень интересная, есть свои трудности в работе, есть злостные неплательщики, которым мы прекращаем подачу электрической энергии. То, что работа сложная, из-за этого наш коллектив очень такой сплоченный, дружный. Также в компании функционирует отдел по работе с юридическими лицами, в котором тоже трудятся контролеры и менеджеры, заключающие договора с предпринимателями города. В этом отделе работа аналогично полна сложностей и непредсказуемых ситуаций, но ее сотрудники с пониманием и выдержкой относятся к своим рабочим будням. На основании письма БАЦ энергоресурсии мы отключаем потребителей, которые образовываются задолженности. Во время отключения трудностей недопуска к приборам учет в основном не допускает наших инженеров, которые отключают но нам приходится отключать с ВЛ БАТ-10 киловольт или же с ТП подстанкции производим отключение с подстанкции. ну потом после погашения задолженности придется включать за определенную оплату за вторичное подключение называется. Мы это производим. Многие потребители измечены не оплачивают, приходят к нам, жалуются, что мы отключаем. Ну в основном отключение производим на основании письма об отцены ресурсах. Работа каждого отдела в компании очень важна и ответственная. И без профессионалов в сфере энергетики не сможет полноценно функционировать ни одна отрасль производством. А современный человек не может представить свою жизнь без телевизора, компьютера и других благ, которыми сопровождаются обычные будни. Энергетик это специалист, который не только принимает ответственные решения, но и сам составляет чертежи, налаживает и запускает электрооборудование. Представители этой профессии должны быть дисциплинированными, ответственными и внимательными. Также энергетику следует иметь аналитические способности и техническое мышление. И для того, чтобы эти качества развивались у каждого сотрудника АО «Запказрек», на постоянной основе проводят обучающие курсы для повышения квалификации. И в целях дальнейшего профессионализма каждый год проводят традиционный смотр-конкурс, мастерства бригад электромонтеров на учебном полигоне Шелкар Аджаикского района, где помимо соревнований бригады демонстрируют свои новые технологии работ и современные приспособления приборов. Какую компанию вы бы хотели видеть в будущем? В нашей компании работает много молодежи. Значение энергетики я вам попытался свое мнение рассказать. Я хотел бы, конечно, чтобы наша компания взяла на вооружение такие амбициозные проекты, как, допустим, General Electric, British Gas, Toyota, чтобы, допустим, элементы менеджмента были вот такие брендовые компании, у них нужно взаимствовать, у них нужно учиться. Ну и потом, конечно, хочу, чтобы компания была экономически устойчивая, неуязвимая, ну и технически, чтобы она была оснащенная по последнему слову, техники. Ну и люди, кто работает в этой компании, они гордят свою работу, чтобы еще больше гордились, и чтобы люди были благодарны энергетикам за все эти виды услуг из-за того качества, которые они получают. Совсем скоро будет юбилей вашей компании, 50 лет со дня основания. Что бы вы хотели пожелать нашим землякам в преддверии столь знаменательной даты? В этом году, во-первых, 25 лет независимости нашей страны, 50 лет нашей компании. Ну, для компании, для государства, конечно, это не такие большие, допустим, такой возраст. Хотя за все эти времена сделаны такие тектонические усилия, многим народам и столетия нужно было пройти. Хотя, конечно, сегодня в мире неспокойная мировая экономика, можно сказать, в ряде стран она находится в состоянии рецессии, где-то наблюдается спад, с нефтью проблемы, с инфляцией проблемы, с терроризмом проблемы. Но мы же оптимисты, тем более в стране все делается для того, чтобы жизнь была нормальная, достойная. Я хотел бы, чтобы пенсионеры долго жили, крепкого им здоровья, чтобы о них заботились дети, внуки, работающие население нашей страны, чтобы всегда имело такой трудовой энтузиазм, чтобы их не покидал. Ну, а учащиеся молодежь и студенты хорошо учились, потому что учеба, знания, это неоценимое богатство в жизни. Ехия Кендашевич, я вас благодарю за интервью и желаю вашей компании процветания и долгих лет работы. субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова